В Саранске стало на один музей больше. Сегодня на стадионе Мордовия-Арена состоялось открытие музея спорта. Он будет работать здесь на постоянной основе, и посетить его сможет любой желающий, как при общей экскурсии по объекту, так и непосредственном походе именно в музей. Заглянуть сюда можно, например, перед посещением каких-либо мероприятий, проходящих на стадионе. Символично, что открытие музея состоялось именно 10 декабря, в Международный день футбола, поскольку пока экспозиция состоит в основном из футбольной тематики. Очень здорово как бы окунуться, то есть ты уже на месте событий, да, плюс различные артефакты, интересные экскурсии рассказывают, и, ну, скажем, такое полное погружение в реальность. Мне кажется, здорово, всех приглашаю, кто не был, даже и кто был, еще раз приходите с детьми, сами посмотрите и насладитесь. В музее спорта в общей сложности представлены больше 200 различных экспонатов. Один из самых ценных из них — это игровой мяч с матчем между сборными Ирана и Португалии в рамках группового этапа чемпионата мира 2018. Возможно, именно этот мяч отбил вратарь иранской сборной после удара с пенальти в исполнении Криштиану Роналду. Также представлены футболки основной и молодежной сборных нашей страны с автографами всех игроков. Различная атрибутика, сувенирная продукция, несколько макетов стадионов, не только нашего, но и с других арен чемпионата мира. Причем одна из копий Мордовия-арены уникальна, поскольку отличается от оригинала из-за того, что внешний вид стадиона в процессе строительства менялся. Свою личную коллекцию игровых футболок, известных игроков музею передал министр спорта и молодежной политики Александр Савилов. Я подумал, что не очень правильно, наверное, чтобы дома лежало, а передал музей, чтобы можно было прийти, посмотреть. Наверное, про историю Колумбии хочу рассказать. Колумбия проиграла, 1-2, расстроенные были. Если помните, кто был на матче, они долго не уходили, потому что им позволили встретиться с семьями, они там на карантине условно месяц были. Такая трогательная, потому что семьи, дети, то есть они сидят там и плачут, и радуются. И коллега выходит, говорит, Саш, они расстроенные, но подписали всего два человека. Я говорю, ну, ладно, но эти два человека, это Фалькао, один из самых топовых игроков, и Хамис Родригес, еще более топовых. Я говорю, в принципе, остальных не надо, спасибо. Как и в любом уважающем себя музее, здесь есть свои архивные фонды. В честь открытия состоялась презентация коллекции игровых футболок клубов премьер-лиги, которые играли на этой арене. Большинство футболистов, которым принадлежали эти вещи, уже сменили клубы, поэтому коллекция уже стала уникальной. Музей спорта, несомненно, станет одним из объектов для обязательного посещения туристами. Стадион является наиболее популярным местом, куда как местные туристы, так и жители других регионов приезжают. Разработана великолепная интерактивная экскурсия. Стадион с нами работает в промышленном акселераторе. Еще они создали такой современный музей, именно современный, креативный, нескучный, с кучей всевозможных зон и активностей. Поэтому я желаю данному музею, стадиону, как можно больше туристов. В будущем коллекция музея спорта будет расширяться. В частности, ведутся переговоры с республиканским, краеведческим и другими музеями о передаче части экспонатов в новый музей спорта. Работники стадиона призывают и жителей нашей республики не оставаться в стороне. Здесь готовы дать вторую жизнь всем значащим спортивным трофеям, коллекциям и артефактам. Будут открываться новые экспозиции и пополняться уже имеющиеся. К расширению помещений музея подготовлено. Юрий Осипов, Александр Зюзяев. Программа «Наш спорт».